Распоряжением ММЛ Рахмона правительство Таджикистана накануне выделило дополнительно 2,4 тысячи квот на работу для граждан КНР. Квота выделена для китайских специалистов и рабочих, которые будут работать на строительстве таджикского участка газопровода Туркменистан-Китай, который составит более 400 километров. Радио Азади сообщается ссылкой на начальника управления миграции Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Майон Шо Махмадбекова, что правительство в этом году выделило 7,5 тысяч квот на работу в стране для иностранных граждан. Однако, как сообщили чиновники, и эта квота в основном достанется гражданам Китая. Экономисты отмечают тот факт, что квоты для китайцев предоставляют на фоне существующей безработицы и нехватки рабочих мест. По причине которых жители Таджикистана вынуждены ехать на заработки в различные страны ближнего и дальнего зарубежья. Так, по официальным статистическим данным, численность трудовых мигрантов, выехавших в Россию в 2017 году, составила 936,7 тысяч человек. Режим Арахмона оправдывает происходящее тем, что якобы реализация этого проекта позволит привлечь более 3 миллиардов долларов прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана. Однако, известный таджикский экономист Садик Джон Насиров придерживается иного мнения по этому поводу. Инвестируя различные проекты в Таджикистан, Китай перекладывает деньги из одного кармана в другой. На средства, которые выделяет Поднебесная, китайские компании покупают технику и материалы китайского производства. Основную работу в реализации проекта выполняют китайские специалисты и рабочие. Таким образом, большая часть выделенных средств возвращается в Китай. Таджикистан же остается в долгах, которые необходимо вернуть с процентами, считает он.